Как песня увлекает, а? Забываешь где, зачем и почему оказался? Главная достопримечательность Шаки это вот этот вот караван-сарай, который встречает вас воротами 18 века. Смотрите, я бы не заострял ваше внимание на них, если бы не звуковая деталь. Еще с тех пор было два способа постучать в дверь. Первый. Глухой. И второй. Звонкий. Вот этот вот глухой для мужчин, звонкий для женщин. Все понятно, мужчины должны встречать мужчин с женщиной. Женщина, не дай бог, я 300 лет назад сделал бы вот так. Все, вышла бы женщина, пиши пропало. Скандал на всю округу. Такой умный, короче говоря, древний домофон. Сейчас стучать не нужно, с 11 до 6 работать. Шаки это город с почти 3000 летней историей. Шелк из шикинского караван-сарая расходился по базарам Востока и не только. В общем, город никогда не вымирал. Как построили в 8 веке, так и шумит. Кстати, запишу-ка я этот воротный шум тоже. Чуть не забыл. Раньше, после закрытия дверей, караван-сарай был неприступным. Готов поспорить, что когда он был новым, уже продавали ту сладость, которая сейчас стала амбассадором города Шаки. Сила любого города измеряется наличием собственного бренда. И в Шаки это шикинская халва. То, без чего просто нельзя уехать из Азербайджана. И вы сейчас удивитесь, как выглядит эта халва в Шаки. Давайте посмотрим весь процесс. Вообще, в этой кухне или в цеху, не знаю, как назвать, создается ощущение, что производство, как запустили 500 лет назад, так оно и не останавливалось. А сама халва выглядит нетипично. Хотя издалека и напоминает какую-то странную пиццу. И раз этот рецепт пережил поколение, значит, его правда стоит оценить. Так, я сейчас пытаюсь вписаться в процесс производства. Рашид, знакомьтесь, много со мной разговаривать не будет. Я ему здесь только мешаюсь. Но мне же нужно попробовать и понять, и вам показать, как это все устроено. Так вот, открутим. Скажи, пожалуйста, это сахар или что это такое? Вот эта сетка, она из чего? В состав входит мука и вода. Так, я делаю это немножечко нелепо. У меня не получается. Как простыню заправляешь кровати, так и вот... Значит, эту сеточку мы загоняем вот сюда, окей. Здесь у нас получилось, мы берем вот это вот, да? И отправляем вон туда. Так, хорошо. Заглянем туда. Это мед. Это, причем, разные орехи. И фундук, да, и грецкий, и кеши, и все-все-все здесь. Сиропчик. Вот тут как бы все. По мне так очень похоже на пахлаву. Чем у вас шекинская халва отличается от традиционной пахлавы? Скажи, пожалуйста. У халвы очень сильно отличается от пахлавы. Процесс приготовления. Мука, из которой готовятся. Орехи. Специи разные используются. А-а-а. Секрет производства. Тонкая работа. Причем делать надо быстро. И Рашид немножечко напрягается из-за того, что я торможу здесь производством. Как вы думаете, что это у меня в стаканчике? Краска кондитерская? Нет. Это свежевыжатый свекольный сок. И, внимание, шафран. Мне уже сделали замечание, что я слишком много трачу этой дорогой краски. И нужно быть экономнее. Обратите внимание. Это вам не какая-то купленная в магазине кисточка. Это кисточка из перьев фазана. Нет, скажите, я нормально сделал? Нормально? Хорошо? Или как бы... Так себе, да? Не смотрят? О, как вкусно. Смотрите, вот так у нас сейчас закипает сиропчик, которым мы будем заливать нашу халву. Ответственный момент сейчас будет. Это тот самый случай, когда мы слышим не один звук, а комбинацию. Можно сказать, ансамбль звуков. В данном случае, производство знаменитой халвы азербайджанской. Поэтому тихо. Собираем все, что есть. Это завершающая нота, финальная нота в производстве знаменитой на весь мир шекинской халвы. Собираем все, что думает. Субтитры сделал DimaTorzok